На Пышминской птицефабрике завершился первый этап модернизации. Теперь производство дает возможность выпускать в три раза больше яиц. Но есть у предприятия и свои сложности. Депутаты Аграрного комитета облдума провели там выездное заседание. Инна Михайловская расскажет подробнее. Станция водоочистки – один из новых объектов птицефабрики Пышминская. Здесь речная вода становится питьевой. Следующий объект, который показали депутатам – это корпуса, где содержит птицу, соединенные галереи со складом яиц. Из трех новых корпусов яйцо самостоятельно передвигается к яйцоскладу. Вот по этому конвейеру. Его длина – 260 метров. И даже в холодную погоду там поддерживается оптимальная температура. Каждый корпус – это двухэтажный дом. Куры сидят не на четырех ярусах, как обычно, а на восьми. Здесь их 120 тысяч. Для сравнения, в старом подобном помещении яйцушек почти в пять раз меньше. Три новых корпуса обслуживают всего два человека. Все процессы по содержанию птиц выполняет автоматика. Качество яйца становится лучше, значит и конкурировать легче. Модернизация-то как раз и делается для того, чтобы идти в ногу со временем. И к тому моменту, когда все ограничения по экспорту, значит, импорту будут сняты, соответственно, быть абсолютно конкурентоспособным. И в этом нет никаких сомнений. На птицефабрике планируют провести второй и третий этапы модернизации. Вот только сроки не называют, потому что экономическая ситуация нестабильная. Лимит льготных кредитов исчерпан. Приходится брать коммерческий под 12-13% годовых. Кроме того, торговые сети создают проблемы. В борьбе за покупателей они начинают дефинтовать между собой. Условно скажу, если мы поставляем в сеть по цене 30 рублей, то на полке цена получается 15 рублей. То есть они очень сильно сбивают рынок. Депутаты в проблемы вникли, пообещали, что господдержку постараются сохранить. Начнутся служение и обсуждение и кредитировка, и принятие нового бюджета на период 2018-й год и на перспективу 2020-й годы, где, я уверен, мы это уже отрабатываем, мы доложены меры поддержки по данному направлению в нашем областном бюджете. У птицефабрики в планах построить еще 6 новых птичников, старые снести, и тогда Пашминская станет одним из самых современных предприятий отрасли в России. Инна Михайловская, Павел Михайловский, Тюминское время.